Праздник крестовоздвижения отметили в Узбекистане. Митрополит Викентий возглавил божественную литургию, а накануне – всеночное бдение. Во время утренней архипастер изнес из алтаря крест и совершил чин его воздвижения. В своей проповеди глава среднеазиатского митрополитчего округа напомнил, что почитание креста Господня совершается, чтобы человек не грешил. Фиолетовое облачение у духовенства можно увидеть в дни, когда мы вспоминаем крестное страдание Иисуса Христа. Вот и в праздник воздвижения креста Господня верующие молитвенно обращаются к тем событиям, когда Господь был распят на Голгофе. Крест, на котором Спаситель претерпел смертные муки, долгое время считался утерянным. А поиски реликвий начались в IV веке благодаря императору Константину Великому и его матери царице Елене. Господь на кресте примирил нас с Богом. Он разрушил вражду между Богом и человеком. И это знамя и креста Господня стало символ нашей победы добро над злом, добро над грехом. Также в этот день вспоминаются события 614 года, когда царь Персии Хасров II завоевал и разграбил Иерусалим, увезя оставшуюся в городе часть креста в Персию. Но после, примерно в 628-631 году, юзантийский император Ираклий одержал победу над Персами и крест был возвращен в Иерусалим. Хрест – это всемирные жертвы, где Господь совершил всемирную жертву ради искупления всего человечества. И эта жертва, которую Он принес на кресте, принесла нас то, что крест, испозорный орудием, стало орудием нашего спасения. Но в то же время Владыка напомнил, что крестное знамение не сможет нам помочь тогда, когда мы оскверняем его своими грехами и пороками. Потому мы не должны совершать те или иные грехи, чтобы крестное знамение имело силу помочь нам в наших бедах и скорбях. Истинное почитание креста Господня заключается в том, чтобы человек не грешил. Субтитры создавал DimaTorzok